Всем привет и с праздником, дорогие женщины! Далеко не во всех странах 8 марта это именно праздник, но всегда важно и хочется сказать теплые слова самым важным людям в нашей жизни. Пусть сбываются ваши самые сокровенные желания, и тогда мир будет намного лучше. Ну а теперь к новостям от Приан. Сегодня в мире зарубежной недвижимости об Эмиратах, Испании и Черногории. Первая информация из ОАЭ. Что необычно, не из Дубая. Эксперты Metropolitan Premium Property заявили об ожидании 25% роста цен в другом Эмирате Рассельхайма в 2024 году. Рассельхайма, он относительно недорогой. Тут есть новые предложения даже по 100 тысяч евро, ну хотя правильнее ориентироваться на 150+. Конечно, недвижимость по такой цене есть и в Дубае, но там это точно будут варианты вдали от престижных районов. И это вдали может быть, например, в часе езды от моря. А Рассельхайма это и Эмират, и городок маленький. Тут до моря минут 20 из самых дальних уголков. Но все равно, откуда такой бойкий прогноз в 25%? Что же продолжает гнать цены вверх? Они ведь и так за пару лет выросли где-то на треть, а где-то и в половину. Эксперты указывают основную причину. Продолжающееся строительство и горных комплексов Вин-эль-Мэйян. Первое казино в стране, да что там в стране, первое казино на Ближнем Востоке. Рост цен на четверть за один год, это с одной стороны очень много. С другой стороны, экономика азартных развлечений вообще оперирует безумными цифрами. Например, в 2022 году Рассельхайму посетили чуть более 1 миллиона туристов. А в 27-м, когда казино откроется, эксперты Колерс ждут 3 миллиона 700 тысяч. Такой рост не может оставить цены на недвижимость стабильными. Напомню также, что в некоторых проектах Рассельхайма собственники могут получить 12-летний ВНЖ и бесплатную лицензию на ведение бизнеса. Обычно за такое приходится доплачивать, где-то 5000 долларов, но все равно получается некоторая экономия. В общем, прогноз 25% рост, он безусловно смелый, но при таких обстоятельствах не чрезмерный. Так что присмотритесь к Рассельхайме, ссылка на предложение на Приан в описании. А теперь милая статистика, светлые цифры из Европы. В каких странах, точнее в каких городах Старого Света наибольшее число солнечных дней? В топ-10 французская Ницца, она седьмая. Два итальянских города Мессина и Катания и семь испанских. Тут и Канарский Лас-Пальмас, и Приморская Малага, и почти Приморская Мурсия. А лидер Аликанте – 349 солнечных дней в году. Главный, хотя и не самый популярный город, в самом востребованном у иностранцев Приморском регионе. И по-прежнему недорогой в недорогой одноименной провинции. Тут, кстати, будет привести данные испанской коллегии регистраторов. В 2023 году иностранцы приобрели в Испании более 87 тысяч жилых объектов. Из них треть в валенсийском сообществе. Каждая седьмая, примерно, покупка в Испании не испанская. Активнее всего здесь англичане, далее немцы, французы. На четвертом месте, кто бы мог подумать, марокканцы. Россияне – десятые, украинцы – тринадцатые, но в абсолютных цифрах тут показатели схожие. Интересно, что сделок по сравнению с 2022 годом стало больше на 60%. На Приан мы тоже видим растущий спрос на Испанию, особенно с начала этой зимы. Все понятно, тут уйма работающих иммиграционных программ, в общем, стабильные по нынешним временам цены и, как мы только что узнали официально, больше всего солнца. Но с начала года, если оценивать число запросов от потенциальных покупателей недвижимости, Испания идет только третий, примерно на одном уровне с Турцией. Вообще, наверху очень плотно, почти аналогичные цифры по Болгарии, но она первая, ну а вторая – Черногория. Черногория. Здесь тоже можно получить годовое право на пребывание, причем при покупке за любую сумму. Здесь мирно и доброжелательно, в наши дни это, безусловно, важно. И широкий выбор вариантов, от простейших до престижных. В нашей рубрике сегодня мы представляем один из них. Это вилла в жилом комплексе в Шушанне. Шушань – часть известного курортного, но не исключительно курортного города-бар, до центра которого от проекта около двух километров. Сама вилла – 280 квадратных метров, на участке в 550 квадратах, четыре спальни, три ванны, терраса на крыше, бассейн с джакузи. Сегодняшнее опционное предложение – менее 370 тысяч евро. Правда, обратите внимание, конкретный объект продается без мебели, но по соседству такая же вилла, уже с мебелью, техникой, солнечными панелями, конечно, будет дороже. Конкретный вариант, а также все предложения в Черногории по ссылкам в описании. 12 марта буду рад общению с вами в прямом эфире на вебинаре о недвижимости Пхукета. Оцениваем инвестиции, но вопрос ставим несколько необычно. Почему один проект приносит своему владельцу 50 евро в день, а другой, похожий и даже находящийся рядом, 150 или, скажем, 200? Откуда такая разница? А разобравшись в этом, мы обсудим заодно, каким критерием должен отвечать проект, приносящий в моменте больше. А помогут нам разобраться эксперты из компании Art House на вебинаре Приан, как я уже и говорил. И еще через неделю, в пятницу и субботу, 15 и 16 марта, мы можем встретиться уже очно, офлайн, в Москве на выставке Empires. Она традиционно состоится в экспоцентре на Красной Пресне, и также традиционно в Приан, ну и ваш покорный слуга, проведем там круглые столы. Будем общаться с экспертами по важнейшим вопросам рынка зарубежной недвижимости. Это перевод средств, инвестиции и направления для релокации. Черногория и Испания, Турция и Эмираты, Болгария, страны Юго-Восточной Азии. Также посетители выставки получат свежий выпуск нашего гидоножительства. Срез рынка зарубежной недвижимости на весну 2024 года. В описании ссылка, по которой можно получить приглашение на выставку. Итак, если кто-то захочет пообщаться лично, буду рад встрече. Москва, экспоцентр Empires. В заключении еще раз с праздником, дорогие женщины. Ваши улыбки, сердца, души, вообще ваше отношение к жизни, к дому, к любви, к семье. Это то, что дарит надежду даже в самые тяжелые времена. Всем здоровья и безопасности. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!